Только на комиссиях, но и на советах и так далее. Что происходит с генпланом, что происходит с ПЗЗ, никто только не знает, чьи сейчас полномочия, что происходит в изменениях в этих документах и так далее. Обращались жители, планировка территории. Хотелось бы депутатам больше участия принимать в обсуждении генплана, как это происходит, когда будет публично слушание, какие изменения входят. Потому что совет депутатов вносил 46, по-моему, изменений в генплан. На какой стадии эти изменения и вообще что происходит с этим. Мы обращались к вам, ответ на обращение не получили, поэтому сейчас вас пригласили. Что бы нам сделать, чтобы придумать, может быть, в рамках комиссии по градостроительству и землепользованию, может быть, назначить пару комиссий вместе. Судить вопрос генплана ПЗЗ о нашем городе. Хорошо. Сразу скажу по поводу ответа на обращение. У нас ни от того нет обращения, ни от личного. Поэтому, смотрите, что это было. Мы против Монова основе не есть. Это дело. Второе, значит, ну, в соответствии с законом Московской области о перераспределении полномочий, сейчас выступает разработчиком, ну, заказчиком разработчиком, документов территориального планирования, документов для настоящее заняло. То есть генпланы, правил землепользования и застройки, приступают в область. Заказчиком архитектуры и области приступают в главу архитектуры Московской области. В соответствии с государственной программой архитектуры и строительства Подмосковья, значит, в настоящее время разрабатываются и финансируются за счет правительства Московской области документы территориального планирования, то есть генпланы в СЕР и эстетерапевтинах районов. В настоящее время, значит, а, хочу еще сказать, что очень хорошо, что разработчиком всех 13 муниципальных образований выполненных территориального планирования сейчас является один институт, едигородостроительство. Тот самый институт, который разрабатывал и генплан городского поселения Северного Паса. На сегодняшний день первый этап разработки проектов всех генеральных планов и СТП завершен и заканчивается пароль этап. Первый этап включал в себя сбор исходных данных и анализ существующего положения. Это была очень большая работа проведена, участвовало очень много организаций, все поселения участвовали, районы, потому что данных нужно было собрать очень много. генпланы делается в принципе практически делается заново. То есть я не думаю, что он сильно будет отличаться после того, который разрабатывался городских поселений. Но в связи с тем, что за это время изменились региональные нормативы для строительного проектирования, и подход в области к разработке генпланов тоже изменился в плане объектов социального, культурно-будового изучения, местоприложения труда. Поэтому работа была проведена большая. Первый этап завершен. Второй этап сейчас на стадии завершения, но он касается финансово-экономического обоснования. Там, собственно говоря, цифры, цифры, цифры в соответствии с сбором исходных данных. То есть дефициты, профициты рабочих мест, детских садов, школ, поликлиник, больниц и прочее. Пятидесятилистовые цифры, цифры, цифры. Поэтому хотите поучаствовать, поразбираться? Пожалуйста. Сбор исходных данных, они откуда, кто их собирал? Были пожелания депутатов по своим округам, они знают все проблемы, есть что там планировалось, были не согласны с генпланом, с проектом генплана, когда готовились. Были 46 поправок. Почему на данном этапе не привлекались подрекаты, которые могли бы тоже сейчас посмотреть? А то ведь сейчас, опять же, мы уже подготовили первый этап, сейчас документы придут и все ахнут, что они хотели внести, и все осталось на месте. Я поняла Ваш вопрос, и сейчас объясню, что такое сбор спорный данных. Это таблицы с анкетами, которые направляются по всем предприятиям, по всем учреждениям, по всем муниципальным образованиям, по всем структурам, что касается инженерных сетей, по всем предприятиям, организациям, во все государственные структуры, которые имущественными отношениями занимаются и т.п. То есть по этим таблицам собиралась информация, сколько и чего есть реально. Это, опять же, одни цифры, которые, конечно, если бы мы знали, что кто-то может нам и хочет помочь в этом, мы с удовольствием поделились. Нет, мы же не про цифры говорим, мы говорим о том, что... Никаких предложений, пока ничего... Проекты дорог, проекты... Нет, 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 до этого этапа еще не дошли, это очень далеко. Значит, мы говорим о клановое. Пока, да, наверное. Пока мы собирали только сведения, сколько у нас на сегодняшний день имеется. Потом мы считали вместе с проектными институтами дефициты и профициты. То есть чего у нас не хватает на такое количество населения, что у нас есть, что у нас в профиците, что у нас в дефиците. Потом мы собирали информацию, поднимали все проекты планировки, все проекты неживания, все разъясненные документы, которые на основании ФИКИЗУ выдавались, высчитывали те площади жилья, всех объектов, которые у нас получили разрешительную документацию и планируются их пройти, а мы еще не построили. Их считали, сколько у нас прибавится жилье, сколько соответственно у нас должно прибавиться школ, садов, местам поликлиника, папа, ну вообще всего-всего-всего, что необходимо для нормальной жизнедеятельности людей. Таблицы, я вам говорю, очень огромные. Нам, после того, как мы их предоставляли, одновременно в министерство профильное занимались сбором и сходных данных. Потом в институтах они обрабатывались, потом смотрелись, насколько наши данные разнятся с данными министерств, и, к сожалению, они все время разнились. И до сегодняшнего момента они тоже разнятся. Поэтому постоянно эту работу возвращают, и мы собираем заново. Я вам рассказываю первое, чтобы вы понимаете. У нас вставал вопрос простой. То есть мы можем депутатам опыта при желании присоединиться к информации в одном плане, где-то обсудить, на какой-то нашей комиссии вас пригласить, чтобы вы принесли все документы, графика, где там планируется что-то делать. Графика еще нет пока. Но у нас же есть старый проект у него. Я хочу, чтобы вы понимали. Дело в том, что это я предполагаю, и так оно, скорее всего, и будет, что на основании этого документа будет разрабатываться другой документ. Но на сегодняшний день это не корректировка и не доработка. Это совершенно разработка нового документа. Они сейчас не опираются, пока собирают исходные данные, и не основываются на этом. Когда свои пожелания могут, то депутаты внести. Пожелания безусловно. Вы можете какие-то вносить, да, мы будем передавать их проектировщикам, но рассматривать они будут. Это еще не сейчас. Это длительный процесс. Миллионов потратили, и администрация не сделала. Она нам не внесла буквально в Совет. Давайте тогда... Просто в Совет надо было в Совет внести. У нас комиссия простая, да? Я отчитываюсь по работе. Нет, нет. Нет, у нас в Робе Бориске, мы вас пригласили, чтобы мы тогда с вами в рабочем порядке можем назначить им комиссию и уже посвятить один вопрос по генплану и задать всем. Сначала я хочу вам все-таки дать вот эти вот второй этап, чтобы вы посмотрели финансовые. Я, конечно, могу и первый этап с исходной данной сбросить, но я не думаю, что это совсем кому-то вообще может показаться интересным. Вот, что у нас есть, чего у нас нет. Хотя дефицит и профицит посмотреть тоже может. А второй этап? А второй этап – это финансово-экономическое обоснование. Это сейчас уже по тем дефицитам и профицитам считают, сколько миллионов, миллиардов там еще нужно вкладывать. В инженерную инфраструктуру, в транспортную инфраструктуру, в соц. в школу, в сады, в поликлиники, ну и тому подобное. То есть, что идет рабочий процесс. Коллеги, есть вопросы? Да. Кирилл Александрович, я считаю, что вопрос надо ставить не таким образом, а можно ли депутатам помогать администрации. Я считаю, что не можно, а нужно. И глав архитектуре надо направить письмо, я сейчас вынесу тогда, чтобы комиссия проголосовала за письмо, о том, чтобы делегировать в состав, какой-то создать рабочую группу вместе с представителями архитектуры и делегировать туда депутатов, чтобы у нас было четкое понимание, что там происходит. Теперь выясняется, что, я так правильно понял, что новый генплан, вообще новый, то есть все старое, 70 миллионов, это мы, все, да нет, ну 50, а мы потом еще проверяли, там еще, по-моему, денег добавляли туда. Но это уже было не, смотрите, вы перестали работать в администрации, ну, в должности главного архитектора в 11-м году, или в 12-м, в 12-м, да, когда Гончаров пришел, а два года Бадзюк работала. Так вот она еще на доработку генплана просила, поэтому вы просто не в курсе дела, что там еще деньги выделялись. Вот о чем речь. И та вся работа, которую сделали, ну, и администрация, и депутаты, я считаю, что она не должна пропасть. Но она и не пропадет. Я предлагаю отдельный конечный создать вот полградостроительство и рассмотреть полный, где вопрос, вот, участие. Да. А по правилам землепользования и застройки что? По правилам землепользования и застройки тоже заказчиком выступает от имени области главы архитектуры. Не, я понял. А и по новой, что ли, новой будут теперь правила землепользования и застройки делаться? Да, будут делаться совершенно новые правила землепользования и застройки, но исключительно потому, что здесь были плохие правила землепользования и застройки. а потому, что изменились региональные нормативы и застройки. Потому что областные. Жизнь меняется, изменяется. Ну, уже ничего себе. То есть 4 миллиона, то, что мы тратили на правила землепользования и застройки, нам администрация, причем разработали, внесли туда изменения. И надо было, чтобы администрация просто внесла в Совет. Она их не вносила в Совет, вы понимаете? Просто не внесла в Совет. И все. И теперь по новой, да? Нет, я просто правильно понял, что это по новой. Теперь все. Да, это разрабатывать все по новой. На сегодняшний день были разыграны конкурсы, аукционы на разработку правильной землепользования и застройки двух частей сергиевом посаде, небольших кусков, которые идут под развитие застроенной территории, и двух кусочков, ну, частей, так называемых, в Краснозаводске, в те территории, которые идут под развитие застроенной территории, где снос предусмотрен, которые в программы включены по развитию застроенных территорий. И сейчас, значит, область, ну, и искали средства на то, чтобы разработать все правила землепользования и застройки на все муниципальные образования. То есть было внесено изменения в программу, которая говорила, архитектура, это же строительство в Подмосковье, и, значит, будут разрабатываться на все наши муниципальные образования правила землепользоваться и застройки. Но будут их называть и частями, ну, там будут исключены респонд там и тому подобное, что не требуется для разработки. Для того, чтобы генпланы... Ну, чтобы без генпланов... Такой вопрос, смотрите, порядок, порядок разработки, порядок утверждения, регламент есть? Порядок разработки предусмотрен годы в самоградостроительном. Нет, я имею в виду, я имею в виду немножко другое. А регламент это программа? В программе там по срокам растет. Нет, я имею... Ну, во-первых, программа это понятно. Я имею в виду, что каким образом участие местных активистов, общественности, депутатов, администраций в подготовке этого документа. Ну, в том числе публичное слушание. Это в том числе. Для... Да, для публичных слушаний надо еще документ разработать и показать его до публичных слушаний. Ведь это тоже большой процесс. То есть никто в области не удосужился регламент, что ли, разработать? Вот это прохождение этого документа. Вы знаете, я ваше предложение, замечание могу, конечно, довести на руководство. Доведите, да, потому что это важно. Они руководствуются как бы градостроительным законодательством. Слушайте, они могут руководствовать, чем хотят, но... И руководствуются как бы... Но вы же знаете, как область работает. В любом случае... Давайте подготовим обращение комиссии. Давайте, пожалуйста, тогда не на мое имя, а, соответственно, кто принимает решение, куда отправить руководству туда обращение. И тогда назначим отдельную комиссию именно по генплану и по ПСЗ, чтобы было более понятно. В общем, генпланы и правила землепользования в программе будут утверждаться до... В четвертом квартале 2016 года будут генпланы, в том числе и СТП в районе. А ПСЗ до конца этого года? А вот на части, да, две части здесь, две части там. А значит, сейчас разрабатываются, внесены изменения опять в эту программу архитектуры и генпланы в Подмосковье. И там уже включены все муниципальные образования, за исключением тех, у кого разработаны ПСЗ.